Вот уже 10 лет Роман Валиев борется с последствиями токсического отравления. После прививки от свиного гриппа, сделанной в армии и здорового, подающего надежду молодого человека, он превратился в инвалида. Тот злополучный день Роман помнит поминутно. Как сейчас, помню, по списку вызывали и делали. Выборочно. Человек 15. То есть нас не предупреждали, что хочешь ты или не хочешь. Сказали о свиного гриппа. Как раз тогда эпидемия свиного гриппа была. Я готов рвать имитацию. У меня под речи, вот это меня мучает. 7,985 рублей. Если бы то, я ехал на дорогу, на Танеке и домой. Ну, выживаю как-то. В 2009 году Роман закончил юридический факультет, а в октябре того же года был призван служить в Ростовскую область, город Оксай. Уже через месяц службы солдату сделали прививку, после которой он стал ослабевать. Семье Романа сообщили, что он сильно заболел. Позже его перевели во Вадикавказскую военную часть. Некогда крепкий парень значительно потерял вес, ослаб, но родные и представить не могли, с чем придется столкнуться. Когда он с нами связывался, даже по голосу было видно, как он сильно заболел. У него поднялась температура до 40. В итоге он никакой помощи не получал в санчасти. Он когда отслужил, у него мы заметили дрожь в руках. Потом это все резко усилилось. Он вообще не контролировал свои конечности. И мы где-то накануне Нового года, ну нас даже в больницу не положили, якобы праздники, после праздников обратитесь. И мы сидели, ждали. В итоге просто нас прокапали. Ситуация усугублялась. Роман с трудом стал самостоятельно передвигаться. В республике врачи разводили руками, давая неутешительные прогнозы. Решено было его ввести в Грузию, где поставили диагноз отравления тяжелыми металлами. Получить компенсацию на лечение и инвалидность по месту службы не удалось. Обращение во все возможные станции также ни к чему не привели. Юристы советовали бросить безнадежное дело. В Алиевы решили искать справедливость у руководства страны и республики, но их письма остались без ответа. Нам уже чью-то вину доказывать уже смысл, чтобы мы хотели помощи какой-то, чтобы у него и военная пенсия была, чтобы на лечения хватало, чтобы он встал на ноги. И в итоге в течение стольких лет судились и нет результата. Парень, несмотря на все трудности, не жалуется. Немного набравшись сил, он решил, что даже тяжелый недуг не власти над желанием жить. Последние два года Роман профессионально занимается спортом. В этом году собирается на соревнования в Сочи. Когда Олимпиада была, я смотрел телевизор, и я сказал себе, чем я хуже. Я записался в дворец спорта, а вот это на Амбресли. Если честно, я не представляю свою жизнь без спорта. Неизвестно, сможет ли семья Валиевых добиться правды. Будут ли они услышаны властями, смогут ли гарантированно получать от государства средства на лечение и реабилитацию. 100 тысяч ежемесячно на лечение – неподъемная сумма для одной семьи со скромными материальными возможностями. Но так мало для нас всех.